здравствуйте дорогие друзья товарищи слушайте что я здесь увидел ну как то вот помните я разбирал кто смотрит мой блог так сказать канал ю тубе смотрит вот о психологах которые знают все я разобрал некую такую вероничку вот эту вот кривляку умную которая так сказать таким физиономии ну так сказать как кадр не нажмешь да такой психолог как на морду гримасы строит ну и вот она так сказать имеет аж 56 тысяч подписчиков молодец большая часть просмотров ну и конечно ее тут очень уважают ее подписчики хотя половина дизлайков ну потому что много адекватных людей она так сказать тут правда ведет такие вещи как про порчу колдунов про секты про так сказать все бог что только не по пути у нее на сайте есть ну да ладно разобрал не мог пройти стороной то что она там несла а сейчас такая радость появилась новая женщина она другая по психологии сама то есть она не кривляка не гримасничает однако и более спокойно она не так что называется наезжают и так сказать на в общем вегетарианцев веганов сыроедов но тем не менее дайте посмотрим кто это такая и почему я решил сделать обзор веганы врач психологов и веганных вегетарианцев у нее такой вот блок 5000 подписчиков что она тут пишет значит можно отказаться от мяса но тогда вы должны употреблять либо что лучше много растения белок творог сыр там яичные белки ну тогда но если вы вегетарианец если вы вегетариан не ставьте анти лайк лучше аргументируйте и спорте ведь вам есть что сказать это гораздо продуктивнее вот я и решил пойти по ее совету и аргументированно разобрать то что она говорит и послушать вдруг действительно там есть разумно и она права давайте послушаем она же так хочет аргументированную конструктивный такой диалог да а потом я покажу что тут люди пишут тоже кое-что скажу сейчас я буду вам ставить потом но не так много само по себе идет 8 минут очень хорошо но я буду останавливать на паузу и давать свои комментарии так поехали здравствуйте друзья поговорим сегодня о вегетарианстве с медицинской и психологической точки зрения почему врачи так против вегетарианства говоря о том что вы будете плохо себя чувствовать потому что у вас месяца гемоглобин ну давайте сразу прям про гемоглобин это любимая медицинская вот эта хине если у человека низкий гемоглобин или железо то дело тут вообще никакое отношение имеет к мясу ведь у тех кто мясоеды тоже то есть у девяносто там пяти процентов людей тоже бывает как это ни странно низкий гемоглобин или не так конечно так а железо низко бывает да вот если низкий гемоглобин да который гема за счет крови то есть за счет пигмента железа красного цвета составе белка то разумеется дефицит определенные железа либо плохо она усваивается то есть переходит в структуру так сказать вот этой молекулы гемоглобина так вот дело в том что это происходит потому что у этих людей просто какая-то идет потеря крови или есть редчайшие заболевания но об этом мы говорить не будем потому что в девяносто девяти девяти процентов там сотых случая это одна причина это паразиты потому что например тоже анкилостома которая сосет кровь из взрослую особь из кишечника напрямую маленькая казалось бы такой черт паразит но высасывает до 30 миллилитров крови в день а есть еще и другие паразиты которые питаются кровью а есть еще и простейшие простейшие паразитические организмы типа лямбли и так далее поэтому если врач который говорит что мясо срочно есть мясо печень и так далее если низкий гемоглобин либо железо это профнепригодность и гнать надо поганой метлой таких врачей потому что первое что надо на что врач такой должен быть нормальный здравомыслящий такого пациента послать это на определение паразитов потому что других причин быть не может если только человек не стекает кровью вы будете испытывать белковую недостаточность при этом люди которые становятся вегетарианцами утверждают в один голос все говорят о том что да мы лучше себя чувствуем у нас хорошее настроение у нас великолепное самочувствие и вообще что это такое что это такое то есть она считает что люди то говорят но уже по самому тону как она это говорит сейчас ясно что мол да говорят то понятно только на самом деле с действительностью не соответствует то есть люди то говорят им так кажется они самовнушением занимаются у них другие факторы на то что таскать они вот допустим стали лучше якобы себя чувствовать ну давайте послушаем что она имеет сегодня попытаюсь на этот вопрос ответить до того как начну отвечать на этот вопрос скажу про себя ну во первых я уважительно отношусь к выбору любого человека и если человек считает что он началось то есть изначально это чисто психологический момент я тоже его так сказать разберу у него как называется врач и и психолог о веганах и вегетарианцах у меня пусть будет называться биолог и психолог о врачах и психологах которые говорят о вегетарианцах так вот я хочу с психологической точки сказать когда люди вот так начинают такое вступление это значит что они хотят настроить часть аудитории вроде бы она не против вообще она так сказать не противостоит но она сейчас разберет так сказать докажет почему они идиоты просто так сказать более культурно так вот что я хочу сказать а я вот против а я так сказать против я например против всяких насильников убийц либералов врагов народа и так вот я против таких например и так сказать давайте тогда значит что дальше просто не люблю когда так начинают быть вегетарианцем то и должен быть вегетарианцем то я не буду возражать конечно но если человек ко мне приходит на прием вот кстати я тоже не буду возражать просто мне жаль таких людей также жалко тех животных которые убивают по прихоти тех кто жрет трупы животных думая что они им нужны полезные и так далее обманывая себя других и тем самым еще делая мир этот хуже потому что пока есть на земле бой не будут и воины обязательно это точно и себе человек делает и физически и духовно и нравственно только хуже поэтому я против против и говорит о том что вот он подумывает не стать ли вегетарианцем то я если он просит моего совета то я не советую становиться вегетарианцем по крайней мере ортодоксом а я наоборот советую в то же время я могу сказать про себя что я периодически ну можно сказать так в кавычках что я становлюсь вегетарианкой то есть я просто периодически перестаю есть животные белки потому что мне просто этого не хочется ну то есть они периодически просто так сказать не участвуют в убийстве животных то есть не ест трупы животных мышечную ткань трупов животных ну если она конечно мозг не ест или кишки или еще что то это обычно про мясо говоря имеются ввиду мышечная ткань убитых животных, то есть труп животных, но она периодически не ест, становится вегетарианкой на время, то есть тем человеком, который не потребляет животные продукты. Конечно, это глупость, но понятно, она сама это понимает, что она сказала, однако просто для уточнения терминов и понимания того, что же это на самом деле есть такое. То есть, вегетарианцы-то кто такие, кто принципиально не потребляет животные продукты? Почему? По разным причинам, физическим, о здоровье беспокоюсь и так далее. Но ведь она-то говорит, что это полезно и наоборот, для здоровья плохо не есть мясо. Давайте послушаем, почему я аргументированно, будем разбираться. Потом я благополучно опять начинаю все это есть, потому что просто мне этого захотелось. Прекрасно. Да, с психологической точки зрения, конечно, не хочется съедать тех, кто когда-то бегал, прыгал и веселился. Не понял. Да, веселился. Ну а людей, которые вот так бегают, веселятся, можно иногда так с психологической точки зрения. Нет, ну есть же люди, которые тоже убивают и даже съедают. Но почему-то их кладут либо в психушку, либо расстреливают. Ну, по крайней мере, раньше это делали, что, конечно, необходимо и сейчас делать. Но сейчас у нас демократия, поэтому сажают пожизненно. А почему этих можно? Потому что, типа, их как один тут придурок написал, Бог создал для пищи. Это кто сказал? Сам Бог, что тебе сказал? Идиот. Это я к тем, кто так говорит. Не к ней. Она такого пока еще не говорила. Кстати, я не знаю, что она там будет дальше говорить. Для меня тоже это новинка специальная. Не смотрел до того, потому что мне будет это очень интересно экспромтно, так сказать. Ну, с другой стороны, растительные белки, вот за моей спиной, листочки, они тоже живут, в общем-то. Так можно вообще ничего... Обалдеть! Вот она к чему. Что сравнивает, что животных убить, это то же самое, что листочек разрезать. Это, так сказать, психологически... Давайте так вот, кто... Ведь психология – это наука о душе. Это умение не только выразить свои мысли, но и понимать не только душу человеческую, но и понимать вообще основы абстрактного мышления, причинно-средственных связей и так далее. Давайте посмотрим, что же она сказала. Она любимый прием мясоедов, когда речь идет про нравственность. Любимый. Сравнивать то, что несравнимо. То есть, врача нахренов животных сравнила, у кого высшая нервная система, значит, чувство боли, кровеносная система. То есть, это, ну, то есть, высших животных, которые действительно чувствуют, как мы с вами, и растения, которые не чувствуют именно боль, а ощущение отсутствия своих частей, безусловно. Но это не влияет на жизнь растений. И мы не можем отрезать, тем более у коровы кусочек, так сказать, ее мясо, чтобы она стала жива. Так сказать. А вот, ну, можем уж совсем микроскопически, но это, знаете, извращение. Ну, тогда я позволю здесь немножечко один совет тем, кто так же думает. Вот мой блог, youfrallov.ru. Так, что мы с вами делаем? Мы идем вот сюда с вами. Так, 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 есть тут такой раздел. Так. Будь человеком. Нажимаем на него. И это всем, кто так считает. А вот в обязательном порядке. У меня есть такая статья. Уважаемые мясоеды, как хотите, так теперь с этим и живите. Или идиотов не сеют, не пашут, а ответить им необходимо. Почему такое название? Потому что один придурок именно кому-то написал, а я увидел это и решил просто ответить, ночью сел в статью, написал, который написал, что, мол, вот исследования врачей, растения тоже чувствуют боль. И типа того, так, с подколом таким, да, так мягко говоря, типа таким сознанием своей значимости, мол, вот наконец-то тут я их сейчас всех мясоедов на место поставлю. Типа, уважаемые, говорят, вегетарианцы, как хотите, теперь с этим так и живите, типа с такой научной истиной, что вот оно как. Так что нажимайте вот эту статью, вы обязательно в порядке смотрите. Подробнейшим образом вот эту статью всю обязательно посмотрите. и оставьте-ка свой здесь комментарий. И, кстати, действительно, если вы любите своих кошечек и собачек, других животных, жалеете их и так далее, а, так сказать, тех, кого на мясо отправляете и на свой стол, не жалеете, пытаясь найти какие-то идиотские оправдания тому, чего невозможно оправдать, потому что вы шизофреник, у вас раздвоение личности, это психолог, товарищ, к вам. Потому что никакой разницы нет. И двойные стандарты здесь совершенно в одной теме, в других совершенно в одних обстоятельствах. И одна и та же логика неуместна, потому что отнимать жизнь у одних цинично, нагло оправдывая свои порочные пристрастия и, так сказать, гладя, умиляясь, давя слезу, когда, так сказать, любимая кошечка ножку подвернула, это шизофрения, да, это психические проблемы в том числе. Ну, слушаем дальше. Не есть ли, чем умереть человеку, сказать, что ничего живого есть не буду, и что, питаться камнями, что ли? Что за бред? Это обалдеть. То есть, значит, плоды, которые, например, тот же виноград и так далее, не знаю, что там у него картинки висят за спиной, помимо листьев дикого винограда, да, ну, наверное. Так вот, то есть, плоды, которые как раз и были созданы богами, или природой, неважно, там, как раз, чтобы нести функцию, во-первых, питания человека, что разумно, потому что это концентрат энергии солнца, минералов, земли, это первичная энергия, преобразованная, да, в растениях в виде сложных органических продуктов, в виде сложных белков, углеводов, жиров и так далее, жирных кислот. Как раз то, что необходимо, то, что и питает всю пищевую цепь, но там любая растительная зеленая масса, плоды, это вообще концентрат этой массы, да, первичной энергии, минералов, значит, соответственно, это прекрасная пища, раз, второе, потому что там есть все, что угодно, а мы об этом поговорим как раз дальше, я думаю, чувствую, придется, когда начнет там про незаменимые, наверняка, аминокислоты, я так полагаю, и про прочий бред антинаучный. А что касается второго момента, так вот, мы помогаем, так же, как и птички в природе и прочее, разносить семена и сохранять вид данного растения, плоды, которого мы поедаем, а тем более само растение, мы не срубаем, чтобы съесть плоды, так что не увязывается ее психология. Я вообще поражаюсь, как психолог, такую ахинею, то есть человек, который, по идее, должен логически, абстрактно и прямолинейно уметь мыслить, не умеет, никак выходит. Или неужели такое сидит подсознательно, желание любой ценой, даже попрание разума человеческого ценой, оправдать свои порочные пристрастия, желание? Ладно, вот это, уберем в сторону, вот этот аргумент, а просто возьмем и рассмотрим вегетарианство с медицинской точки зрения. Супер! Животного происхождения питания, это все-таки, прежде всего, белки. Да, бесспорно. А для чего нашему организму белки? Ну, вот просто для всего, потому что мы не можем жить без белков. Абсолютно верно. Ни одна структура нашего организма не может обойтись без белков. Абсолютно правильно. Возьмем, например, все наши движения. Вот я машу руками, это действует в мои мышцы. Поперечно-полосатая. Это поперечно-полосатая мускулатура. Это белки. Да, правильно. Если я буду говорить о внутренних органах, это тоже белки. Если я буду говорить о сердце, это тоже мышечный орган. А значит, это белки. Если я буду говорить о красоте, о которой часто говорят вегетарианцы, что лучше будешь выглядеть, если лишишь себя этих белков, то тургор моей кожи, моя мимика, все это тоже белковые структуры. Мои волосы, ногти. Молочина. Ну, я еще добавлю, что также ферменты, витамины и так далее. Другие важные биологически активные компоненты. Это тоже белки, ну и гормоны и так далее. Так прекрасно. Молочина. Возникает вопрос. И что? И где мы здесь видим какие-то противоречия? В том, что да, белки необходимы. Кто же спорит? Если мы состоим из белков и жизнь на нашей планете, как мы в школах учились, в институтах построена, на белковой основе. Не на кремниевой, не так далее. Хотя и кремний тоже очень важный микроэлемент, который должен быть в рационе питания. Причем в органической коллоидной, конечно, форме. А не в жареном виде, когда уже структура меняется. Но не об этом тема, а именно о белках. Конечно, все правильно. Но возникает вопрос. Почему же мы должны есть белки, чтобы иметь эти белки? Это что такое? Это что научные знания? Это какой же она медик? Ой, как она плохо училась и ничего не поняла. Ну, я поясню специально для уважаемой. Как ее зовут там? Как же ее зовут-то? Не подписана она, как ее зовут. Потому что называет она себя психология, здоровье, красота. Жаль. Я вот, например, Фролов Юрий Андреевич. Она психология, здоровье, красота. Ну вот, уважаемая психология, здоровье, красота. Ну, там не важно, как вас зовут. Да? Хотя хотелось бы знать. Молочинка. Объясняю вам. Ну, то есть, учитесь заново тогда. Итак, белки синтезируются, синтезируются, образуются в каждой клетке нашего организма. Например, в сердечной мышце, да? Поперечно-полосатой мускулатуре. Или гепатоциты клетки печени. Или нефронопочек. Или там клетки головного мозга. Там нейрона. Не важно. В любой клетке есть органеллы. Разные-разные. Они выполняют разные функции. И вот есть такие органеллы-ребосомы. В них происходит процесс биосинтеза. Белковые учили это в школе. Мы все учились в школе, да не поняли, как у Пушкина чему-нибудь и как-нибудь. И сами нам учителя не объясняли, что же это значит. На практике-то вообще, что это такое? О чем мы сейчас учили с вами, товарищи? Ну, а в институте уже дальше понарастающей прокатились вы через матрицу стереотипов, догм. И вы всегда верили в то, что ваши же мамы, бабушки готовили все это мясо, котлеты. И вроде не умерли. И поэтому вы свято верили, да это еще вкусно, привыкли. Ну, значит, это естественная пища. Значит, надо все обосновать, отталкиваясь от того, что мясо это пища для человека, котлеты пища, сосиски там и так далее. И значит, нужно как-то обосновать. Это простое обоснование. Белки. Мы из белков состоим, нам нужны белки. Правильно, мы из белков состоим, белки нам не нужны. Почему? Объясняю и доказываю. Вы болтаете чушь. Вы просто пытаетесь констатировать то, что вам приятно констатировать. Это некая заученная мантра. Это просто некая религиозная вера. А я вам поясняю процесс. Итак, в каждой клетке организма, в рибосомах, происходит процесс биосинтеза белка. Из чего он происходит? Из аминокислот. То есть, мономеры вот этих полимерных цепей белковых молекул, из них образуются, собираются, путем сложного процесса, который называется биосинтез белка, из аминокислот собираются белки. Какие нужны в данный момент времени, данной клетке, данному органу ткани и только природы. Только наш организм это знает. Значит, что происходит дальше? Вернее, не так. Что из этого следует? А следует то, уважаемый психолог и врач, что белки нам нужны, но белки есть никакие не нужно. Потому что нужны аминокислоты, чтобы этот процесс шел. Да, уважаемые товарищи, если любой белок, который попадает к нам в организм, не только животного происхождения, животный белок, но и растительный даже, попадает в организм, он должен разобраться до аминокислот. Аминокислоты всосаться в кровь через тонкий кишечник в кровь. Кровь разносит в каждую клетку нашего организма питательные вещества, в том числе аминокислоты, из которых и будут построены белки. Вот как должно быть. Но если вы едите белок высокомолекулярный, сложный, то есть мясо и так далее, животный белок, как, кстати, некоторые растительные, такие как соя, например, то тогда эти сложные белки не перевариваются в полной мере, пройдя через желудочно-кишечный тракт. Для них недостаточно для полного разбора ни пепсина фермента желудочного сока, ни его кислотности желудочного сока, даже фермент трепсин, который поджелудочная железа вырабатывает через панкреатический проток, впадая в общий желчный проток, и дальше через ампулу капсулу впадает в 12-перстную кишку, чтобы доразобрать полипепидные цепочки до аминокислот. И даже работа кишечной патогенной, коль вы жарите, все варите, а значит развивается кишечная патогенная микрофлора, которая способна эту пищу переварить и не дать нам погибнуть быстро, потому что иначе мы просто без нее быстро погибли, потому что, так сказать, мы не способны в полной мере донатурированную, переводя на простой язык, то есть разобранную, разрушенную пищевую массу, так сказать, переварить своими силами в полной мере. Ну а значит, а значит, то есть вот как раз недостаточно никаких сил организма, резервов, ресурсов, где-то полпроцента, процент полтора обязательно белка цельного, высокомолекулярного при таком питании всосется в кровь и возникает реакция антигена, антитела, та же самая, как когда в организм попадает, ну например в кровь, вирус, грибок, бактерия или куриный ножки съеденный белок, потому что реакция-то идет не на название, которое человек придумал, товарищ дорогой. Там, например, какой-нибудь там Эпштейн-Барре вирус и так далее, да, там, стафилококс, золотистый, а идет на структуру, на ту самую единственную чужеродную структуру, а именно поскольку мы из белков, правильно вы сказали, состоим, то у нас специфические белки. В каждом организме от маленького микроба до большого любого слона свои набор, и он только для данного организма характерен, это комбинация белков и сама структура белка, если она попадает в другой организм. Не пройдя полный разбор дуаминокислот, я подчеркиваю, это никогда не произойдет, если животные высокомолекулярные белки потреблять, потому что мы по сути своей, по биохимии, морфологии, анатомии не являемся плодоядными. У нас нет никаких факторов и показателей к этому, абсолютно, это я в своих лекциях подробнейшим образом, если хотите, рассказываю, сейчас нет времени повторять 4-часовую лекцию, да. Так вот, тогда возникает реакция антигена-антитела, то есть борьба иммунной системы нашей с чужеродным агентом, который в организм попал, который надо, необходимо уничтожить, утилизировать. Но, к сожалению, этот процесс приводит к тому, когда два белковых тела поедают, например, макрофаг поедает белок куриный с единой ножки, цельный, молекул ламинокислот, то есть вот этот вот, именно белок. Реакция идет, он поражает, поглощает, потом фагоцитоза поедает, и два белковых тела гниют в организме. В организме образуется кадаверин, кадавер по-латыни, труп, трупный яд, гнойные токсины, и это выводится из организма частично, но частично не выводится, и откладывается в виде гидрогидрированных каловых камней в любых полостях нашего организма в виде гноя, это гайморовые пазухи, нижние доли легких и прочее. Приводя ко всем, это и есть первая причина, первая причина всех заболеваний. А дальше уже, так сказать, застойные процессы, лимфа работает хуже, дальше уже грибки, так сказать, и так далее, и так далее, что повезет кому и где, и как повезет. Вот примерно так происходит, поэтому белки, безусловно, нужны, но белки синтезируются, как бы вы ни хотели, любой белок растительных животных обязаны белке разобраться до мономеров, до аминокислот. Вот на аминокислоты нет реакции организма, значит, так природа предусмотрела, и это правильно, так как это факт, это правильно. И самодурство, самомнение, и выдавать желаемость в действительное вот не нужно, потому что от этого лучше никому не будет. И тоже зависит от состояния, от того количества белков, которые я употребляю. Поэтому без белков я просто не смогу обойтись. Ну, это чушь собачья. Без белков, то есть, вернее, не так, с точки зрения психологии. Это правильно, с одной стороны, так как если бы у вас в организме не было бы и не образовывались белки, то есть, клетки бы не обновлялись организма, то тогда вы бы не смогли жить. Но поскольку белки синтезируются в каждой клетке организма из аминокислот, то нам нужны не белки, а аминокислоты, и поэтому, а они есть во всей растительной пище, просто не во всех всего себе незаменимых, ну, ешьте 2-3 растения, 10-20. И значит, соответственно, вы спокойно можете обойтись без белков. И вы себя обманываете в том, что вы не можете обойтись без белков в таком контексте разговора. Тогда в таком случае вы мне можете сказать, окей, давайте есть только растительные белки, но я, к сожалению, не смогу вам возразить, потому что, во-первых, они хуже усваиваются. То есть, это как? Это как? Это что за медик? Если белки растительные, что факт, состоят из меньшего количества звеньев аминокислот, то есть, они в полипептидных цепочках, то есть, там не миллион аминокислот, а там, например, тысячи, да, там, скажем. Более того, они в виде липопротеидов и гликопротеидов существуют в природе, то есть, смеси с углеводами, с другими составами, с жирами, с липидами, а значит, они гораздо проще перевариваются. На их переваривание нужно меньше наших ферментов собственных, да, таких как амилаза, липаза и трепсин поджелудочные, например, да, или птиолин, кстати, слюная амилаза. У нас слюная амилаза, пищеварение начинает с ротовой полости, кстати, почему там нет, например, ферментов, которые переваривают, например, белки, а потому что у нас организм, собственно, создан для, так сказать, поедания растительной пищи, а не животной. Это один из тысяч таких примеров по всего лишь биохимическим и, так скажем, анатомическим нюансам нашей пищеварительной системы, хотя тут дело не только в пищеварительной системе, а потому еще, что надо пищу есть живой, то есть термически необработанной, чтобы клетка, природе, законы природы так гласят уж, а почему они гласят так, сейчас я объясню, что только живая клетка передает другой живой клетке в полном объеме весь строительный материал и энергию, ну, потому что так предусмотрела природа или боги, как хотите, пожалуйста, это уже не важно, но так есть в природе, так процессы биологические, ну, там и что с вами люди, какие-то из другого теста состоим мы или как-то дегенераты какие-то нет, у нас биохимия та же, что у любых других животных, точно так же происходят биохимические процессы, поэтому не надо фантазировать. А во-вторых, я очень не уверена, что ту сою, которую вы будете употреблять в лекарстве... Да, то есть она говорит, что если животные белки не есть, а растительные, и сразу говорит, то как бы сою, подожди, а что других белков нет, я еще раз говорю, концентраты белков, а сои, кстати, это высокомолекулярные тоже белки, не такие, как животные, но тем не менее, это тоже в результате переваривания меньшее количество, чем от животных, но тем не менее, тоже образуется гнойных, токсинов, ядов немало, потому что это сложные для переваривания белки. А нам они вообще не нужны, гражданочка, они нужны вообще, а нам нужны аминокислоты, если мы говорим из пищи. Кстати, я вам скажу так, по секрету, что вообще-то у человека несколько способов получения аминокислоты, из которых потом он построит белки, один из них напрямую из пищи, а второй, например, работа нашей кишечной микрофлоры. Вы как думаете, например, та же корова, не едя мясо, не поедая, вы скажете, ну это другой, конечно, другой желудочно-кишечный тракт, другое строение, это все правильно, но нам и не надо столько белков, как корове, нам не надо десятки литров молока давать, 500 килограмм мышечной массы иметь, нам это не надо, поэтому у нее другой, правильно выглядит. Но принцип-то какой, у панды хорошо, коалы, тоже млекопитающие животные, да, а они едят вообще монопродукты, еще листья, одни типы листьев, которые эвкалиптовые разных видов, например, одна, другая бамбук. Так вот, там нету белков практически в том плане, как вы говорите, концентрированной в виде орехов, ну, то есть плодов, по сути дела, да, таких концентрированных, семян и так далее. Но почему же они, а потому что у нее есть кишечная микрофлора. Она перерабатывает эту грубую растительную клетчатку и на выходе дает, в результате метаболизма своей, это, я имею в виду, бактерий, да, вот этих кишечных, симбиотических, родных для ее организма, дают на выходе, что аминокислоты все, которые потом усваиваются, переходят в кровь, кровью во все ткани, в каждой клетке, в рибосомах происходит сборка белка. А мы, товарищи, что? Дегенераты. Нет, люди не дегенераты, они самые высшие, имеют все те возможности и механизмы. Значит, у нас тоже есть кишечная микрофлора, безусловно, но мы ее подавили в себе просто. Вот в чем причина, потому что не у всех так это происходит. И кто-то переходит, как вы говорите, чувствует себя вроде бы, говорит, хорошо, на самом деле плохо. Потому что он, во-первых, болезни получил и перенял их, и перенес свою жизнь в новую, вегетарианскую, из прошлой жизни. И он просто, так сказать, имеет комплекс проблем, да еще у него кишечная микрофлора нормально не работает, тот самый, как называют медики, бактериоз, то есть нарушение как бы баланса между патогенной микрофлорой, которая как раз на вареной жареной пище в основном развивается, и наша симбиотическая, которая, конечно, подавлена более сильными бактериями, так сказать, патогенными, конечно, и тогда просто человек не может в полной мере переварить грубую растительную клетчатку. Например, вчера еще просто не ел, потому что он все варил. Вот в чем причина, товарищ психолог. Ох, или чечевица, что это будут не геномодифицированные продукты. А, тут даже не потому, что это, мол, неполноценные белки. Она вроде бы даже, хотя сначала сказала, что вроде плохо перевариваются, неполноценные вроде пока не говорила, это обычно медики любят говорить. Значит, ну тут уже дело еще в другом, что не потому, мол, сою, не надо, что она неполноценна или не усвоится до конца, а потому что геномодифицированная, товарищи дорогие, какая она умница, а скажется курочку, которую вы, дамочка, едите, вы считаете, что полагаете на фермах в составе комбикорма, нет геномодифицированной соевой муки или кукурузы, ну тогда успокойтесь, вы едите геномодифицированных кур, также точно и с крупным рогатым скотом и так далее. Это бред, бредятина, аргумент дешевый, идиотский, недостойный не только психолога, но просто здравомыслящего человека. Такие аргументы приводят те, кто пытаются просто дешево обмануть других, а главное, есть свою совесть. А все-таки тератогены и канцерогены, эффект этих продуктов уже доказан, и если они не подействуют на вас, то они подействуют на вашу... А мясо не канцерогенный продукт, помимо того, что самое главное антигены-антитела реакции, как раз когда чужеродный белок, на который необходимо вывести, разрушить, уничтожить, так же как вирус, грибок, бактерию, только в гигантских количествах каждый день. И помимо того, что еще, конечно, плюс канцерогены, которые животное накопило, поедая вот те самые растения, те же самые с канцерогенами, только уже в теле животного эти канцерогены, это законы экологии пищевых цепей, так же как энергия тратится им меньше от звена к звену, то есть от консументов первого порядка ко второму-третьему переходят первичные энергии, которые продут центры, то есть преобразователи солнечной энергии накопили в биосфере, уменьшается на каждом звене количество энергии поедаемой. Почему-то, как спрашивается, не есть первичную энергию в большей степени, в большем концентрате, это логично, и так оно и должно быть. Но, допустим, но это количество канцерогенов от звена к звену потребления пищевой цепи как раз накапливается, поэтому этот аргумент идиотский. Напротив, вы получите в большей степени канцерогены, поедаете их животных, если только их в плане канцерогенов. Вот те, которые вы имеете химических вредных веществ, конечно, не кормят где-нибудь 100 километров, там, 50 от дорог ближайших, с травой состриженной с лесных полян и так далее, и так далее. Вот если только так, то да, в плане канцерогенов тогда не... Но имея в виду, канцерогены разные бывают, имеются синтетические химические вещества плюс антибиотики, если их не кормят антибиотиками животных, тогда да, в других случаях. Бред. Поэтому для 99,9% тысячных людей, это бредятину вы сейчас несёте. Детей во втором и в третьем поколении. Ну, зачем вам это нужно? Действительно. И поэтому, как врач, я, конечно же, возражаю против вегетарианства. Да, супер просто. Аргументация железная. То есть, даже не на уровне, так сказать, как вот говорят сам дурак, а на уровне верований и желаний. Почему? Возникает вопрос. А почему же тогда вегетарианцы в один голос говорят, мы так хорошо себя чувствуем, они становятся в какой-то момент такими активными? Ну, во-первых, потому что, переходя с той пищей, которая травила каждый день в большом количестве, уже переставая употреблять эту пищу, человек, очистка организма заложена самим организмом. Я надеюсь, вы с этим спорить не будете. Так вот, самоочищение организма запускается, и человек, конечно, уже себя лучше чувствует. Да, потом у некоторых начинается, так сказать, ухудшение состояния здоровья. Почему? Во-первых, при изменении питания происходит изменение биохимии организма. Болезни хронические могут перейти в активную форму. Не потому, что неправильно что-то или хуже стало, а потому, что просто изменилась биохимия. И просто попытка организма очистить приводит к тому, что, например, выделительные системы не готовы выводить сразу такое количество ядов-токсинов, у которого организм, то есть организм стал иметь возможность с того момента, как вы перестали себя вкладывать ту пищу, с которой организм борется ежеминутно, ежесекундно, пытаясь вывести текущую, он просто берется за отложенное. И начинает в активном порядке, в больших количествах выводить органы выделения, печень, почки, так сказать, и так далее. Не справляются, лимфатическая система вся. Вот поэтому возникают кризы из-за токсичных отравлений, которые непосредственно в кровь выбрасываются большой, и в лимфу большое количество ядов. Понимаете, откуда? Вот в чем нюанс. Поэтому люди говорят, во-первых, не все вегетарианцы, и вегетарианство само по себе, по сути, это небольшой уж и, как сказать, оздоравливающий эффект, хотя да, конечно. А вот жесткое веганство с преобладанием или полным сыроедением, то есть чтобы пища живая была, с живой структурированной водой, с ОВП отрицательным, я имею в виду водой, тоже очень важный фактор и так далее, что аутолист процесс будет работать, то есть самопереваривание живой клетки, когда наших ферментов из организма для такой пищи, чтобы пищу переварить, будет требоваться меньше. И ресурсы нашего организма, ферменты, это тоже белки, да, товарищи? То есть, соответственно, будет экономиться. Вот это совсем другой момент. А потом, да, даже на достроение переходя люди не все и не сразу чувствуют себя лучше. И бывает, что хуже у некоторых. У некоторых идеально все, а у некоторых не идеально, потому что люди переносят из прошлой жизни свои проблемы и не очистили организм. А еще бывают паразиты, которые как раз были и есть, но когда меняется среда, и есть переходный период, сложный, когда адаптации все должны произойти, к переходу на новую пищу, микрофлора перестроится и так далее. Так вот, тогда как раз может быть дефицит питательных веществ, вызванный наличием паразитов, и они активнее могут. Например, аписторхи поедают клетки печени, а они еще больше начинают поедать. Понимаете, товарищи дорогие, это вот я поражаюсь. Ну ладно бы, психолог и медик. Вот эта интересная комбинация, казалось бы, человек должен быть просто энциклопедические знания, эрудированные и хотя бы примитивные вещи уметь рассуждать. То есть, ну, тут я просто поражаюсь. Вызбужденными, щеки розовые, глаза горят. Что это такое? Разное бывает. Человек решил себе белков, и вдруг он такой активный стал. Почему? Во-первых, он себе белков не решил, потому что пока вы не приказали, конечно, если вы, конечно, прикажете, и природа вас послушается, и в рибосомах больше не будут строиться белки из аминокислот, тогда да. Но пока вы такого распоряжения не дали, то у человека как белки и были, так они и остались. Да потому что это результат воздействия кетонов на клетки головного мозга, на нейроны. Дело в том, что организм всё равно будет брать белок либо из животных источников, либо из растительных источников, либо он начнёт сам себя есть. То есть, собственно, мышцы начинают распадаться, выделяются кетоновые тела, и эти кетоновые тела действуют как галлюциногены. Молодцы! А когда, например, человек вообще в жизни не потреблял никогда животные белки, как же он тогда жив, и как же он тогда не стал одним кетоновым телом большим, да? Вообще чудо вообще. Вот же его ткани выросли. Почему же он вырос в мышце? Почему, например, ну, например, я не знаю, там, солист, не будем Индию приводить, примерно сотни миллионов людей вообще никогда в жизни животную пищу не потребляли. Там есть несколько миллионов, например, сыроедов. Ну, это ладно. А вот, допустим, ну, я, например, там, сколько уже лет не ем ни грамма, не только животного белка, но даже концентрированного растительного белка в виде, там, орехов и так далее. И, однако, почему-то жив, а с точки зрения силы мышц, ну, не будем приводить пример, но, так сказать, многих на руке кладу. Ну, по крайней мере, я же умереть должен давно. Ну, если бы это было правдой, то, что она говорит. А, например, солист группы Цветы, такой 70-й, да, где Цветы, Стас Намин, у нее сын. Он пловец, метр девяносто ростом, с широченными плечищами, лапами. И он вообще в жизни животного белка не ел. Ну, если мы верим здравому смыслу, видим, не в психушке находимся, и понимаем, что практика критеристен, то есть, есть хоть один такой пример, а их там миллионы, ну, хоть один, значит, то, что вы и теория, так называемая, хотя это гипотеза, а не теория, то, что, значит, только животные белки могут, а иначе мышцы распадаются, человек, если хоть один такой пример есть, значит, это ахинея. А наука, для которой примеры вообще не важны, а важны процессы, то есть, биохимические, как происходит. А то, что я объяснил, в рибосоме происходит сборка белка, это основы основ биохимии. Если это правда, то тогда я вообще поражаюсь, до какого абсурда, до какого мракобесия доходят вот подобные товарищи. То есть, они вызывают эйфорию, человек не совсем... Ну, значит, так, насчет эйфории. Вот эйфория вызывает мясо как раз потому, что не только там гормоны и те, а там адреналины и прочие при убийстве, особенно животных гигантских, ну, я понимаю, сейчас тут насчет халяли начнут, насчет там каширного, что, значит, сначала кровь пускают, чтобы как раз адреналин не остался там, в том числе, в большую часть крови ушли, уйдет, поэтому меньше, это сюда. А то, что человек получает наркотик, потому что образуются морфины в мозгу, почитайте хоть побольше биохимических там книг, литературы, вы поймете, что... Поэтому человек так и хочет, что наркотик, и это в двух смыслах, во-первых, корм для кишечной микрофлоры, вы не даете ей есть, она погибает, потому что бактерии живут мало, некоторые несколько дней, они начинают погибать от неполучения своей родной пищи, начинают, так сказать, давать как бы сигнал, в том числе через нейрохимические реакции, что давай жрать, мол, я умираю. А человек думает, что я хочу. Да это не ты хочешь, а они хотят. И к тому же, это как с алкоголиками, пищевая, наркомания, ты без бутылки уже алкаш не можешь, но ты без мяса не можешь, у тебя идет, так сказать, ситуация чуть не стрессовая, давай хочу, я хочу, значит мне надо. Это что значит мне надо? Ну, там алкоголику тоже надо, если организм просит, как говорят некоторые идиоты. Организм просит, ну, сидит такой 200 килограмм жиром, обтекает, еле задыхается, у него тоже просит организм по тазику в день всего этого съедать. Ну, значит, давайте ему тазик в день. У него же просит организм, он же знает организм-то сколько надо. Он адекватно начинает воспринимать ситуацию, и самое главное, что он не совсем адекватно воспринимает ситуацию, что он разрушает сам себя. Вот все правильно, только наоборот. Вот все правильно, только наоборот. Вот правильно, он хочет мяса, он разрушает себя, и тем не менее хочет. Я объяснил это чуть ранее почему. Ему кажется, что все окей, все здорово. Вот мясоедам и кажется, пока они от рака не умирают, либо от инсульта, либо от инфаркта. Вот там вариантов других очень мало. В основном это инфаркт, инсульт или онкология. Просто если не умирают от онкологии, не успевают, то они обязательно раньше инсульт или инфаркт будут. Это уж, извините, результат накопления гнойных токсинов, конечная сатадия, нарушение процесса метоза деления клеток. А от деления к делению всегда накапливаются ошибки. Так вот, с какой скоростью накапливаются, возникает аномальное деление клеток. И вот как раз та самая родная онкология, хотя, конечно, там ещё играют роль грибки микромицеты, то есть дрожжевые и плесневые. Но всё это идёт изначально на первопричине, то есть на накопление в организме гнойных токсинов и трупных ядов чрезмерных количеств. Если вот до такой стадии дошло уже белковое голодание, это очень опасно. После этого могут быть дистрофические процессы в сердце, и это вообще грозит уже жизни. Как определить, не дошёл ли человек до такого состояния? Кетоны, вот самые известные кетоны, это ацетоны. И если у человека пахнет ацетоном изо рта, если мы не говорим о сахарном диабете, там другие механизмы, то это может быть признаком именно того, что человек дошёл уже до распада собственных белков. И вот краски ацетоновые, они же тоже могут вызывать эйфорию, да, вот где ацетон составит в большом количестве, а тут ацетон внутри образуется. В итоге, если вы чувствуете человека, который голодает, сидит на жёсткой диете или является вегетарианцем ортодоксальным, вот такой запах ацетоновый, постарайтесь ему помочь отвезти к врачу, чтобы не было необратимых последствий. И я в связи с этим вспоминаю случаи... Ну, во-первых, конечно, если есть какие-то проблемы и белок в моче, а тем более ацетон, надо срочно обследоваться на и сахар, провести общую биохимию и прочее, и почки обязательно проверить и так далее. Обязательно. Но больных людей миллиарды на нашей планете. И, так сказать, белок здесь совершенно не причем. В своей жизни, когда я училась в мединституте и на третьем курсе, девочка, которая была очень полная, решила просто голодать. Как она решила снижать вес? Просто отказавшись практически от еды. То есть она почти перестала есть. Да, у неё не начал вес снижаться. Но через какое-то время мы увидели, что она стала очень раздражительной, потому что кетоновые тела могут вызывать не только эйфорию, но и раздражение. В принципе, что эйфория, что озлобленность, это всё повышенная возбудимость клеток головного мозга. Вот у неё именно так было. И она при этом... Бывает. Вот мы чувствовали запах ацетона от неё. Ну, мы постарались её убедить в том, чтобы она начала есть, и она начала есть. И вот просто я могу сказать, что... То есть других причин там просто нет. То есть это вот совпадение обстоятельств и то, что она просто вернулась к привычной своей биохимии, и у неё восстановилось до того уровня её болезни всё, что и было до того. И всё стало в порядке. Это и есть является, что критерием того, что вы правы, абсурд и бред. Даже студентка мединститута допустила такую ошибку и чуть не добила себя до необратимых. Но нам в телевизор он показывает анорептичек, которые там по 30 килограмм при росте метра там 65 весят. И что? Вы будете говорить, что вот поэтому посмотрите на них. Поэтому нельзя не есть мясо. Ну, это же тоже бред. Безусловно, то, как они выглядят и до чего они себя довели, это ненормально. Но причём тут то, что мясо есть можно и нужно. Вы что? У вас когти, может быть, как у хищника. Ну, тогда нападайте на корову, отгрызайте кусок или механизмов вам природа не дала. Ну, а коли не дала, значит, какой вы к чёртовой матери хищник или существо, которое способно поедать то, что вы естественным путём добыть и поесть не способны. Не несите бред. Ищите лучше настоящие причины и аргументы того, что вы видите как факт. Объясняйте факты не таким образом, что тем хуже для фактов, да, коли вы так считаете. Объясняйте, попытайтесь постичь вашим умом, что привело к тому или к тому. И потом, когда есть дефицит минералов или тех же аминокислот, ну, ешьте ту пищу тогда, боявшись потерять их, которая содержит большое количество тех же аминокислот, то есть протобелков, то есть составных частей белков. Всё равно же они синтезируются в каждой клетке. Вы, вероятно, об этом не знали или забыли, но я вам вот так напомнил. И как резюме могу сказать, что всё-таки лучше питаться сбалансированно. Мы люди в течение многих тысячелетий уже являемся всеядными. Ну, что за чушь? То, что, значит так, даже если это правда то, что тысячи лет, хотя это не так, люди всеядные, то есть в плане, что мясо ели, тем не менее ни одного механизма, ни одного приспособления к процессу усвоения и переработки трупов животных у человека нет. Как не было, так и нет, что говорит о том, что это абсурд. Безусловно, ферментативная система, например, народов крайнего севера, в большей степени приспособлена. Однако, в том, что они гигантское количество едят и ягод, которых там 20 видов, и грибов, которые белые вырастают больше, чем в средней полосе России, и тогда и плюс мясо они едят в виде строганина, то есть живой, недонатурированной. Я напомню и скажу, кто не знает, что при обработке выше 70 градусов происходит полная необративная донатурация белков, то есть разрушение первичной структуры белков. После этого уже мясо-мясо называть нельзя, потому что это безжизненная аморфная масса бывших белковых тел, а ныне это аморфная масса, которая, конечно, уже не является живой структурой и не способна передать другой живой клетке жизнь и так далее. И здесь еще тяжелее организму это переводить, а им проще народный организм. У них ферментативная система к этому адаптировалась действительно тысячи лет, а у нас нет. Поэтому и есть разница между нами и теми же чукчами. Ну, допустим, к примеру, чукчами. Вот, поэтому не надо говорить глупость. И потом, давайте не будем забывать те времена, когда еще совсем не так давно было огромное количество и народов, которые не ели мясо, и наш народ русский не ел, и огромное количество. Только почитайте того же, так сказать, там, рассказы еще дореволюционные. Любые книги вы увидите, что сколько ели, почти не ели. А были те и огромное количество, которые вообще не ели. Не только я имею в виду старобрядцев, которые и кто еще был, когда не было разделения церкви, абсолютно соблюдали все эти христианские посты, где там 320 дней не ели. Тогда-то уж соблюдали строгое. А, так сказать, мы говорим о том еще, что, так сказать, например, староверы, православные славяне, то есть, на таковой язычник, вообще не ели в свое время. Но дело-то не в том даже, кто ел или кто не ел. Это действительно отдельная тема, где надо много доказательных фактов приводить. Да, у меня есть на это лекция, долголеи жителей, там я привожу примеры и другие. А мы сейчас говорим, а это не вообще, вот частные примеры вообще здесь не имеют значения. Хотя людям, потому что склонно психологически, они все время любят конкретные примеры, приходится приводить. И я приводил частные примеры, вот сейчас даже тоже, да, хотя в своих лекциях там масса привожу. А дело не в этом, дело в процессах, в общий биологический процесс, в теории. Теория берется не на пустом месте, а на исследованиях процессов, а процессы, основа их в данном контексте нашего разговора, процесс биосинтеза белка. Поэтому бред изначальный и попытка оправдать потребление животной пищи является лишь попыткой свою совесть заглушить, который человек любой, подсознательно, пока у него живая душа, и он не спился еще, да, или вообще, у него вопиедка какая-то несправедливость. Посмотрите первую ступень, вот я еще вам передавал такую ссылочку, говорил, да, а вот вы вернитесь еще назад и посмотрите, вот я еще очень советую, Льва Николаевич Соловцева, вегетарианство, как у человека уходит человечность. Вот тут кому лень, вот может даже у меня на блоге послушать аудиозапись, да, отрывок. И что скажет ваша душа без всяких там извращенных вот этих вот придумываний? И если вы думаете, что если вы перестанете есть животные и белки, вы станете добрыми и грационными... А при чем тут это? Что за чушь? Ну, во-первых, это просто многие от того перестают есть, вам может это не понять. Что они когда-то начинают понимать, люди, что же я за тварь такая убиваю ни в чем не по... Или участвую в этом животных, вношу в мир эту боль, сострадание, участвую в этих преступлениях, потому что кто-то говорит, Бог сказал, не убей для человека, что за чушь, разница никакой нет, не убей вообще, не имеешь права... То есть, если это, во-первых, это уж так, я к слову, вот, во-вторых, по причине того, что для здоровья, а то, что там, так сказать, извините меня, ну, кто-то скажет, вот данная моя лекция эмоциональная. Да, потому что, не потому что это из-за недостатка белков, еще мы давайте с вами поработаем вместе и посмотрим, у кого недостаток белков, которые отражаются именно в том, как человек может потрудиться в чем-то, в том числе физически, конечно, а потому что характер у людей разный. Если человек был по темпераменту, там, например, холерик, он и будет холериком, ну, может чуть-чуть быть в каких-то вопросах спокойней, да, но не обязательно. Так что не надо эти вещи вообще как-то совмещать, сравнивать. И с тройными уменьшите свои объемы, то вы очень сильно заблуждаетесь. Да нет, это вы заблуждаетесь, потому что надо не на вегетарианство перейти и жрать вареную фасоль, там, тушеную морковку и так далее, а и тем более хлеб жрать тоннами, и типа вы вегетарианец, еще похудеете. Конечно, вы не похудеете, а потому что надо насырать никакого хлеба, вареных крахмалов, никакого молока и другого, так сказать, казиносодержащего состава. И вы прекрасно, соки, свежие, зеленые коктейли, нормальную живую растительную пищу, салаты, и так далее, и тогда вы спокойно, не похудеете, а постройнеете, естественным путем, безболезненно, нормально, прекрасно. Объемы могут уменьшаться за счет мышечной дистрофии. Да, 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 прямо у вас такая стоит бочка в 200 килограмм, она уменьшится на 100 килограмм, наверное, за счет мышечной массы. Правда, 100 килограммов нет ни одного культуриста на планете, чисто мышечной массы. Ну, как бы ладно, опустим эту глупость, как бы вообще. А то, что вы станете грациозными, это совсем не так. Грациозные в природе как раз хищники. Да, ну, охренеть, да? Так, ну, хорошо. Значит, то есть, антилопы разные, так сказать, ну, а дальше соображать сами всех растительные плоды ядных существ, они не грациозны. Нас не удивляет их, так сказать, мимика, прыжки, движения, тех же там, не знаю, ну, кто-то шиншил прекрасных вспомнит там, смешных там, которые какие гримаски строят, прыгают, как они, с какой скоростью, с какой грацией белочки летают. Правда, они мясо не едят, ну, для этой мадам, так сказать, это неправильно. Хищники грациозные, я вообще обалдеваю. Хищники у него грациозные. Ну, грация – это всего лишь движение мышц. Мышцы двигаются. Что у хищников, что у, так сказать, их, так сказать, других коллег по царству животных высших, ну, тех же антилоп. Кстати, только вот хищники, правда, не такие выносливые. Если не поймает гепард добычу, то добыча убежит, и многие антилопы могут со скоростью до 100 км в час бежать несколько часов, а гепард с твоей 115 несколько минут, ну, правда, она не понимает это, почему это происходит. В природе являются не самые стройные животные. Ну, например, слоны, коровы. Конечно, потому что у них совершенно другой процесс пищеварения. У них такая форма задана, там, для каких-то своих определенных целей природой просто. И поэтому генотипу строятся их новые поколения. Повторяю, ну, это не значит, что нет животных растительноядных, которые грациозны. И, разумеется, те желания всегда возбуждали сознание поэтов, так сказать, сравнивая девушек с ланью, но почему-то не с каким-нибудь там медведем, хотя он всеядный и все-таки не совсем хищник, и могут есть вообще без мяса, но есть, ну, кроме белых медведей. Ну, по крайней мере, не сравнивают со львом гепардом, правда, с кошками, да, но, правда, с кошками в основном сравнивают гулящих баб. Белки, которые просто постоянно спят и копят себе жирок. Поэтому, если вы хотите быть сильными, если вы хотите заниматься спортом, если вы хотите выглядеть как активный человек и быть активным человеком, то все-таки не стоит себя лишать белков. Нет, совершенно правильно, лишать себя белков не стоит. Поэтому пусть ваши рибосомы синтезируют белки и дальше, а вы просто не поставляете в себя белки и не руководствуетесь выражениями, чтобы лучше видеть, надо съесть глаз своего врага, а надо съесть то, что положено человеку по его, так сказать, всем анатомическим, орфологическим признакам. Посмотрите на свои челюсти, которые не вращаются, я имею в виду нижнюю челюсть, то есть у нас они как раз вращаются влево-вправо у хищников, только вверх-вниз, чтобы сухожилие не сорвать при отрывании куска мяса. Это же не аморфное вареное мясо, которое уже, как говорят, разварилось, то есть денатурировалось и получилось месиво, так сказать, денатурированных бывших мышечных волокон, а ныне аморфной массы. Так вот, ну конечно, а нормальный человек из нормальной человеческой пищи, то есть плодов, которые природа дала в самом высоком концентрате, вот эту первичную энергию, прекрасно построит в своем теле все белки, потому что в аминокислотах дефицита не будет. Ну а если у человека есть хронические болезни, а у большинства они есть, уже детские болезни даже, молодеют из поколения в поколение, именно за счет того, что чем дальше в лес, тем больше дров, жрем все, что не по поди, плюс появилась синтетическая пища, просто помолодела из-за этого. Факторы разные складываются к болезням, которые приводят. Ну и в частности, этот главный фактор питания. А мы все дальше продолжаем себя успокаивать. Ничего, мол, давайте, есть, это же надо, так ели, ну вот белки, ля-ля, тропа-ля, но ничего конкретного, как я и, собственно, и знал, потому что ни от одного человека еще я ничего аргументированного никогда не слышал, потому что просто это невозможно, потому как противоречит законам природы. Ну, если вы все-таки никак не хотите поддаваться на мою голову, никак не хотите жрать трупы животных, ну, идиот такой, ну, не хочет человек жрать трупы животных, то хотя бы растительных белков ешьте больше. Ну, значит, растительные белки содержатся везде, просто не надо есть концентрированные белки, такие как сои, фасоли и так далее, в большую количество, тем более в вареном виде. А вот в виде проростков можно тогда сложные соединения до более простых распадаются, легко усваиваются. А что касается вареных, всех вот этих тофу, прочие-прочие, сои, это почти то же самое, что животные белки, и тогда проблемы, да, они уйдут, а может быть, будут даже усиливаться, усугубляться. И если вы при этом не едите просто мясо, а едите, например, только рыбу, или не едите мясо и рыбу, но едите белки яичные, то у меня к вам нет претензий, потому что белок яичный является эталонным по усвояемости. Правда, только почему же аллергии у некоторых бывает? Вот на огурцы не бывает. Правда, кто-то скажет, на клубнику бывает. Не бывает. Если вы перестанете жрать животные белки, то через 2-3 года, а если кто очистит организм, методики определённые есть, там через полгода никаких аллергий у вас уже не будет. А это всё лишь фактор клубника определённой, когда комбинация факторов действует, возникает реакция. Не бывает. Аллерген-антиген. Только антигены являются аллергенами. То есть, возникает эта реакция, которая уничтожает, противодействует, противостоит. И, соответственно, есть проявление. На коже это уже когда последние попытки вывести яды токсина через кожные покровы, через эти мембраны. Потому что как раз в тех местах, где лимфоузлы крупные. Но да ладно. Это мою лекцию по лимфосистеме. Посмотрите. Так, вот такая она умница. Можете есть спокойно эти яичные белки. И у вас... Концентрат белка. Не дай бог есть яичные белки. Вот просто не дай бог. С точки зрения биохимии, яичные желтки ещё ладно. С точки зрения этики, правда, нет морали. Но с точки зрения биохимии, да. А вот белки. Чистейший антиген. Просто убийство. Всё будет в порядке. Так же добавьте. Так же сдохните от всех тех болезней, которые помирают сотни миллионов людей постоянно. Ну, собственно, миллиарды. Вот. И считают почему-то люди, что человек умер от болезни нормально. Ну, так может быть, всё-таки пора подумать, что от того, что он ел то же самое, то, что не является по его природе пищей, вообще не является видовой пищей для человека. Неадекватной. Тем более не живой. А главное, видовой не является. Потому что мы не способны ни анатомически, ни морфологически, ни переварить в полной мере этот биохимический усвоить. Не можем мы накинуться иголыми руками, разорвать добычу, сожрать её, так сказать, и радоваться. А маленькие дети воспринимают как друзей животных. И только вы, родители, извращенцы, и мы когда-то такими были, да, то есть все мы, человечество сумасшедшее, современное, объяснили неразумным детям, что это не друзья твои, друзья вот кошечки, потому что это почему-то другие якобы животные, а эти другие животные. Ну, что так делать? Жалко, конечно, но жрать надо. И вот у детей эта жалость природная пропадает, а дальше ломается психика и ваша любимая психология. И потом человек становится извращенцем, убогим садистом и, этом, дегенератом и становится шизофреником, раздвоение личности. Так, также добавьте сыр хотя бы иногда, ну, чуть-чуть. Ну, по моим, так сказать, лекциям три статьи по молоку молочным посмотрите, а потом про молочку посмотрите в разделе и видеоролики по молоку и послушайте, что такое казин молочный белок, а также другие прелести молока. Вообще-то молоко, гражданочка, я вам скажу, вообще-то в природе, уж если так, природа хоть как-то мы оцениваем, как разумное существо, и все процессы, которые в ней происходят, о себя не ставим больше природой. Если так, то в этом случае. В природе молоко только создано для того, чтобы млекопитающее животное, мама прокормила до определенной стадии онтогенеза, маленькое свое животное, своего ребеночка, своим молоком, дабы дать энергию, строительный материал, гормональную систему запустить, иммунную и так далее. И маленькое животное всегда переходит на видовое питание, питается тем, чем питается его вид, на протяжении миллионов поколений, миллиардов экземпляров данного вида, безукоснительных. И только человек поет молоко всю жизнь, да еще чужих видов животных, где совершенно другой химический состав, который создан для других животных, детенышей своего вида, гормоны, прочее, информация, вода передает информацию, то есть видовая. И я просто поражаюсь. Я думаю, да что мы дожили, что мы стали инвалидами по разуму. Что это очень калорийный продукт. Калорийный. И тогда будет достаточно вам этих белков. Не обязательно становиться... Умница психолога и врача. ...становиться атаксальным вегетариатом. Конечно, конечно, можно есть все, что угодно. Можно есть и в Макдональдсе, можно пить Кока-Колу, можно, собственно говоря, людей есть. Это, конечно, по закону накажут. Ну, по закону накажут, а из поймают. А так, в принципе, можно есть же те, кто жрут. Ну, почему бы нет? Есть-то все можно. Внимание, с вами была врач-психолог Татьяна Михайловна Ухва. А, Татьяна, очень хорошо. Ну, вот теперь знаем, как зовут Татьяна. Ну, прекрасно. Татьяна, я надеюсь, если вы все-таки послушаете, вы не обижайтесь, что я порой вот так эмоционально резко отзывался, порой, так сказать, говоря вообще о психологах. Я говорил не лично о вас. Это трагедия, беда. На самом деле, человечество и часть вот этой человечества психологов и врачей, особенно, потому что они особенно через матрицу догмы, стереотипов прокатились, так что они фактически становятся религиозными фанатиками. По сути своей, по сути предмета и терминологии данного явления. Вот, и поэтому вы в большей степени, так сказать, ущербны в этом плане. Я же хочу призвать вас к здравому смыслу. Посмотрите мою лекцию. Вот, например, я вам сейчас покажу и подобные вам. Ой-ой-ой, не то. А вот, допустим, водные лекции. Вот эти лекции водные. И тут много моих водных лекций. Ну, вот эту посмотрите. Вот эту, вот именно эту. И я уверяю вас, что если вы не будете ставить барьер и зацикливаться, а послушаете и попытаетесь уразуметь, то есть, собственно, осознать и понять аргументацию и процессы, не верить мне на слова, а просто понять, что и как есть в природе на самом деле, а я всего лишь отражаю, примитивные, основополагающие законы природы, что вокруг нас, внутри нас, то тогда вы, конечно, извинитесь перед своими, так сказать, перед собой, перед своей совестью, перед животными, кого вы убивали прямо и косвенно. И, конечно же, так сказать, перед зрителями, что вы их вводите в заблуждение. И, естественно, ваши зрители, рано или поздно, в обязательном только уже порядке, не как у вегетарианцев, кто-то болеет, кто-то не болеет, а в 100% варианте все закончат в серьезных болезнях свою жизнь. И, так сказать, ну, если успеют понять, то есть, если они, так сказать, вдруг шел и сердце остановилось, тогда, конечно, человек не поймет. А кто-то скажет, ну, что делать, 70 лет человек уже пожил. В общем, давайте, бред переставать этот нести. Понимать процессы, понимать, что белки нужны, но они синтезируются, а значит, нужны составные части белков, то есть аминокислоты, и так далее, и так далее. Никогда, ни разу, ни от кого, ни от каких академиков я не слышал ни одного, не только научного, даже в человеческом плане разумного, логичного аргумента, как, собственно, от вас не услышало, чудо не произошло. Ну, а вы, напротив, услышали от меня абсолютно точные, научные, логичные, обстоятельные аргументы и также психологические аргументы такого бреда, когда человек за уши притягивает то, что хуже для факта. То есть свои, якобы, аргументы и успокаивается. Вот я вам еще с точки зрения психологии разобрал и помог вас, вам, наверное, и в вашей профессиональной деятельности. Вот я говорю вам, прекрасно, спокойно, я такой человек на самом деле, вот как сейчас говорю, но поскольку вопиет здравый рассудок, особенно когда несправедливость и попрание человеческих, ну, как бы сказать, вот того же здравого смысла, рассудка, разума нормального человеческого, вот, ну, я, например, вот человек, который не могу спокойно относиться к таким вопиющим надругательствам над человеческим разумом. Поэтому извините, если обидел. Всего вам самого лучшего. Рад был пообщаться. Рад был пообщаться.